Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы продолжаем серию уроков русского языка для девятиклассников в проекте Телешкола Кубани. А говорить мы будем о том, как правильно решать шестое задание теста ОГЭ по русскому языку, которое называется «Анализ содержания текста». В демонстрационном варианте ОГЭ 2021 года вот так представлено это задание. Мы видим текст и к нему шестое задание. Ребята, давайте поразмышляем о том, что мы делаем чаще всего. Подумайте, с чем вы, я и другие люди столкнулись прямо сейчас. Что происходит в данный момент? При помощи телевидения мы с вами общаемся. И главным средством нашего общения является речь, которая состоит из предложений, а они из словосочетаний. Из предложений, связанных по смыслу и грамматически единой темой и идеей, создается текст, который мы и передаем друг другу в различной обстановке. Поэтому, чтобы правильно решить шестое задание теста, нужно хорошо знать такой раздел лингвистики, как текстоведение, в котором изучаются текст, его признаки, строение, законы создания и основные правила использования языковых средств. Что же такое текст? Это несколько предложений, связанных целой единой темой и основной мыслью. Тексты бывают разных видов. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Это и памятки инструкции, и словарные статьи, и схемы, и таблицы, и формулировки заданий к упражнениям, и планы, эпиграфы. Так вот, на экзамене вам будет предложен текст из художественной литературы, который адаптирован специально для вас. Конечно же, он будет иметь такие признаки, как и смысловую завершенность, и связность, и законченность, и смысловое единство, информативность и цельность. Уверена, что вы помните о том, что в тексте всегда есть главная информация и второстепенная. Главная – это та информация, без которой непонятен авторский замысел. Помощниками в поиске главной информации всегда являются ключевые слова. Второстепенная информация – это повторы в тексте, детали, примеры, отсутствие которых не помешает восприятию главной информации. Конечно же, говоря о тексте, который вам будет предложен на экзамене, нельзя не обратить внимание на такую важную информацию, как типы речи. Я думаю, вы помните, что это и повествование, и описание, и рассуждение. Именно, ребята, от умения определять тему текста, основную мысль, зависит ваш успех в правильном решении шестого задания. Нельзя, конечно же, ребята, не напомнить мне и о структуре текста, который будет на экзамене. Он состоит из абзацев. Обязательно в нем есть начало, вводная, вступительная часть, середина, основная, ключевая, главная часть и концовка, заключительная часть, в которой содержатся выводы. Чтобы верно решить шестое задание, вам необходимо еще уметь выделять предмет повествования, то есть то, о чем говорится в тексте, тему, микротемы, видеть детали важные и не очень важные, и определять последовательность действий персонажей. Для того, чтобы выполнить задание, вам необходимо в полной мере владеть разными видами чтения и уметь подбирать вид в соответствии с целью. Существуют различные виды чтения. Ознакомимся лишь с теми из них, владение которыми позволит вам быстро на экзамене выполнить верно задание. Итак, просмотровое чтение используется для составления общего впечатления от текста. Как правило, при таком чтении просматривается титульный лист, оглавление, отдельные абзацы и предложения. При помощи просмотрового чтения мы решаем, нужен ли нам текст для подробного изучения. Ознакомительное чтение, то есть выборочное. Текст читается целиком, но быстро. При помощи ознакомительного чтения получается общее представление о проблематике текста. Воспринимается основная информация, детали опускаются. Ознакомительное чтение часто используют для выработки собственной позиции по теме и проблеме. Изучающее чтение. Изучающее чтение позволяет наиболее полно понять информацию, содержащуюся в тексте. Текст читается внимательно, медленно, целиком. Часто сопровождается перечитыванием отдельных отрезков. Это чтение направлено на усвоение главной мысли, логики изложения требует внимания в детали. Часто цель такого чтения – запоминание информации и ее дальнейшее использование. Поисковое чтение. Его цель – обнаружение какой-либо информации. При обнаружении необходимой информации чтение тут же прекращается. Таким образом, ребята, на данном слайде вы можете сразу увидеть несколько видов чтения и понять, какое из них более вам удобно и на каком этапе выполнения задания оно необходимо. Тексты представлены на экзамене, как правило, художественного стиля. Так как же, ребята, правильно понять текст, чтобы выполнить верное задание? Необходимо учитывать приемы и средства, которые может использовать автор. На что же обратить внимание? Итак, в тексте может быть ирония, сарказм, то есть злая ирония, насмешка, которая часто строится на употреблении слов в противоположном смысле. Почему важно уметь распознавать иронию? Ответ прост. Если вы будете понимать все сказанное буквально, то вы не поймете содержание текста. Давайте посмотрим на примеры иронии. Лермонтов. Стихотворение Бородино. Забил снаряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусью. Конечно, никаких друзей никто не собирался угощать. Гончаров. Роман Обломов. Главный герой Илья Ильич говорит своему слуге Захару, какая у тебя чистота везде. Пыль это, грязь это, боже мой. Конечно же, это ирония. Под чистотой подразумевается грязь. Обратим внимание на примеры сарказма. Чацкий в комедии Грибоедова горе от ума говорит о Молчалине. Молчалин. Кто другой так мирно все уладит? Там муську вовремя погладит, там в пору карточку вотрет. Чацкий здесь не хвалит Молчалина. Он наоборот, его высмеивает. Также, ребята, в тексте может быть подтекст. Подтекст. Внутренний, скрытый смысл текста. Важно улавливать не только общий смысл, но и скрытый. Опять же, в комедии Грибоедова горе от ума есть такие строчки. «Ваш шпиц – прелестный шпиц», обращается Молчалин к Хлёстовой. «Мой муж – прелестный муж», только что говорила Наталья Дмитриевна Горич. Синтаксический параллелизм этих фраз и повторение слова «Прелестный» вводится вполне определенный контекст. Мужья московских дам занимают положение комнатных собачек. Другой прием – гипербола и литота. Гипербола – чрезмерное преувеличение, литота – чрезмерное преуменьшение. Важно различать, когда герои преувеличивают или преуменьшают что-либо, и не воспринимать сказанное буквально. Например, Есенин в стихотворении. «Потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в сто раз». Понятно, что в данных стихотворных строчках мы наблюдаем чрезмерное преувеличение. Или же из стихотворения Некрасова «Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить». Также, ребята, в тексте могут быть просторечия, жаргонизмы, диалектизмы. Они очень многое могут рассказать о персонаже. Например, просторечие свойственно героям с низким уровнем образования, культуры, воспитанием. Даже если персонаж это скрывает, речь выдает его. Например, в комедии «Фанвизина недоросль» Простокова говорит так. «Арехметики» учит его батюшка один отставной сержант Цифиркин. Или же «Господа яноралы», говорит Пугачев в историческом романе Пушкина «Капитанская дочка». Эзопов язык – это вынужденное иносказание, используемое для того, чтобы не нарушать цензурных, этических и политических норм, существующих в обществе. Например, в сказке Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» автор пишет так. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, и был тот помещик глупый, читал газету «Весть». Цензура могла не пропустить прямого указания на Россию. Поэтому сатирик, пользуясь эзоповым языком, поясняет читателям, о каком именно царстве и государстве идет речь. Он упоминает русскую консервативную газету «Вести». Также, ребята, тропы, метафоры и другие языковые средства нельзя понимать буквально. Я предлагаю вам сейчас рассмотреть подробнее алгоритм выполнения задания 6. Итак, сначала нужно медленно прочитать формулировку задания. Далее, внимательно прочитать текст в первый раз. Ведь чтение изучающее – выделить непонятные слова. Далее, ребята, определить тему текста, о чем, основную мысль, а зачем автор написал текст. Каждый вариант утверждения мы медленно читаем, выделяя в нем ключевые слова и задумываемся об основной мысли. Ответ необходимо сверить с текстом. Для этого можно использовать такой вид чтения, как сканирование и поисковое чтение. Мы находим необходимый отрезок текста и сверяем информацию, данную в варианте ответа, с информацией текста. При проверке информации, ребята, обратите внимание на приемы и средства выразительности, которые использует автор, его герои в тексте. Также не забываем про иронию, сарказм, гиперболу, метафору, подтекст и другие. Они могут существенно влиять на восприятие вами текста. Например, ирония – употребление слова в противоположном смысле с целью насмешки. Если вы будете понимать все буквально, то не сможете правильно понять информацию, которую доносит персонаж. Особенно тщательно проверяйте фактическую информацию. Название, цифры, ее могут специально искажать, чтобы вас запутать. Спишите ответ в предложенный бланк. Итак, каждому высказыванию уделяйте особое внимание. А сейчас я предлагаю потренироваться. Мы рассмотрим текст Алексея Толстого «Русский характер». Русский характер. Поди-ка опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, которые предпочесть. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога. И остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабее. Но те, у кого ядро с изъяном, тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения. Чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну. И отца своего, Егора Егоровича, выполнял его завет. Многое увидишь на свете, сынок, и за границей побываешь. Но русским званием гордись. Про военные подвиги тоже не любил разглагольствовать. Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувелев. Понимаешь, тигра стволом-то водит. А товарищ лейтенант, как даст ему в бок, как даст ему в башню, он и хобот задрал. Как даст третий. У тигра изо всех щелей повалил дым. Пламя как рванется из него на сто метров вверх. Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре, на пшеничном поле, был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты. От второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувелев, выскочивший через передний люк, опять забрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания, комбинезон на нем горел. Чувелев кидал пригоршними рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз к ним от воронки к воронке на перевязочный пункт. Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце. Бывает хуже, сказал он, а с этим жить можно. Но больше он не просил зеркальца у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу. Прошу вашего разрешения вернуться в полк. Но вы же инвалид, сказал генерал. Никак и нет, я урод, но это делу не помешает. Боеспособность восстановлю полностью. То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель губами. Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда в большом или в малом. И поднимется в нем великая сила. Человеческая красота. Задумаемся о теме текста. Проявление характера. Силы духа советским танкистом Егором Дремовым. А идея. Человек, обладающий русским характером, имеет множество положительных качеств, которые проявляются в различных ситуациях. Вот пример шестого задания по этому тексту. Нам нужно определить, какие из высказываний соответствуют содержанию текста и указать номера ответов. Давайте решим вместе. Итак, первое утверждение. Русский характер достаточно легко описать, если вспомнить обо всех героических подвигах русского человека. Наоборот, в тексте говорится о том, что русский характер сложно описать. Как рассказать о всех героических подвигах? Их столько, что растеряешься. Поэтому первое утверждение у нас неправильное. Второе утверждение. Изовеченный войной Егор Дремов остался верен себе, своей родине. В этом его истинная человеческая красота. Находим информацию в тексте. Да, действительно, в 16-м предложении говорится о том, что Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение. Хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале. Ему восстановили нос, губы, веки и уши. То есть, если мы посмотрим, у нас Егор Дремов был изувечен войной. Но если мы обратимся к финалу текста, особенно вот к этим очень таким удивительно откровенным фразам. Никак нет, я урод, но это дело мне помешает, говорит он генералу. И финал текста о русских характерах, в котором говорится, что независимо от того, как выглядит человек, главное – это его душевная красота. Следовательно, второе утверждение соответствует содержанию текста. Посмотрим на третье утверждение. Егор Дремов не любил говорить про свои военные подвиги. Про его боевые дела можно было узнать от водителя Чувелева. Находим текст информацию. Да, действительно, про его боевые дела говорил водитель Чувелев. Следовательно, третье. Смотрим. Верно. Четвертое. Дремов часто просил у медсестры зеркальца. Так он будто пытался привыкнуть к своему новому лицу. Находим в тексте отрезок. Где говорится в 18-м предложении о том, что пояски были сняты, и медсестра подала ему зеркальце. Отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце и сказал, что бывает и хуже, но больше его не просил. Сверяем информацию. Нет. Четвертое утверждение – неправильное. Пятое. Когда приходит суровая беда, в человеке поднимается великая сила, свойственная русскому характеру. Да, ребята. Действительно. Мы читаем об этом в тексте, что русские характеры – это особые характеры. Кажется, прост человек, а в суровую годину поднимается в нем великая сила, человеческая красота. Вернемся к списку высказываний. И мы видим, что второе, третье и пятое высказывания соответствуют содержанию текста. Напоминаю о том, что в экзаменационный бланк нужно верно вписать цифры. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, как мы вписываем цифры без пробелов, без запятых. Подведем итог. Чтобы справиться с шестым заданием, вам необходимо обязательно верно читать условия задания. Иногда в нем просят найти варианты, которые не соответствуют содержанию. Очень важно не перепутать. Также внимательно прочитайте само утверждение и медленно, вдумчиво прочитайте текст. Чтобы справиться с шестым заданием, внимательно перечитайте задание. Прочитайте текст еще раз. Вычеркните явно неправильные варианты утверждения. Прочитайте текст еще раз. Напишите правильные варианты ответа в экзаменационный бланк. Итак, дорогие ребята и уважаемые взрослые, мы говорили сегодня о анализе текста и тренировались в выполнении шестого задания ОГЭ по русскому языку. Я желаю вам всем успеха и до новых встреч на канале Кубань-24. Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Рада приветствовать вас в телешколе Кубани. И мы продолжаем уроки консультации по математике, которые помогут вам подготовиться к основному государственному экзамену. Сегодня мы рассмотрим с вами, какие системы и уравнения вам встретятся в заданиях номер 9 с кратким ответом и в задании номер 20 с развернутым ответом. Итак, ребята, внимание на экран. Задание номер 1. Найдите корень уравнения. Перед вами линейное уравнение. Напомню, для того, чтобы решить линейное уравнение, нужно перенести компоненты, содержащие переменную х, влево, а числа вправо. Не забывайте, что при переносе компонентов из одной части уравнения в другую нужно не забыть поменять знак на противоположный. Итак, ребята, посмотрим, что у вас должно получиться. Переносим компоненты, содержащие х влево, числа вправо, меняем знак. Уравнение преобразуется к следующему виду. Далее приводим подобные слагаемые. И из данного уравнения находим х как неизвестный множитель. Итак, х равен минус 7 десятых. И не забываем, что ответ мы должны записать десятичной дробью. Это будет минус 0,7. Итак, ответ в данном задании минус 0,7. Задание номер 2. Линейные уравнения. Найдите корень следующего уравнения. Это также линейное уравнение. Для того, чтобы избавиться от знаменателя, умножим данное уравнение на 9. В результате преобразования уравнение получится следующее. Далее действуем так же, как мы действовали в задании номер 1. Приводим подобные слагаемые. И находим х как неизвестный множитель. Х равен минус 3. И в ответ мы записываем минус 3. Перейдем, ребята, к следующему заданию номер 3. Кроме линейных уравнений, вам также могут встретиться квадратные уравнения. Квадратные уравнения бывают разные. Полные, неполные. Давайте вспомним с вами, как решается каждый тип квадратного уравнения. Итак, внимание на экран. Найдите корень следующего уравнения. Обратите внимание, что если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньше из корней. Итак, ребята, это неполное квадратное уравнение. Для того, чтобы упростить вычисления и уменьшить коэффициенты, разделим обе части уравнения на 5. Уравнение преобразуется к следующему виду. Далее выносим за скобку общий множитель х. В скобках, получается, остается х плюс 4. И вспоминая, что произведение обращается в 0, когда хотя бы один из со множителей равен 0, приравниваем к 0 каждый из со множителей и находим корни данного уравнения. С одной стороны х равен 0, или приравниваем содержимое второй скобки. х плюс 4 равно 0, откуда х равен минус 4. Далее, ребята, обратите еще раз внимание на формулировку задания. В ответ вам нужно указать меньший корень. В данном случае это будет минус 4, поэтому в ответ вы записываете минус 4. Переходим к следующему заданию номер 4. Найдите корень данного уравнения. Это также квадратное уравнение, квадратное неполное уравнение. Также обращаем внимание, что если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньше из корней. Чтобы решить это уравнение, для начала выразим х квадрат. Далее находим, что х квадрат равен произведению 36 и 4. Далее вспоминаем свойства корней, что если х квадрат равен положительному числу, то у нас будет 2 корня плюс-минус корень из данного произведения. По свойству корней мы можем извлечь корень из каждого со множителя и получаем корни данного уравнения. Это будет 12 и минус 12. Опять обращаю ваше внимание на формулировку задания, что в ответ вам нужно записать лишь меньший корень данного уравнения. Это будет минус 12, поэтому правильный ответ минус 12. Перейдем к заданию номер 5. Найдите корень данного уравнения. Это также будет квадратное уравнение, но это уже полное квадратное уравнение. Вспомним, как решаются уравнения данного типа. Для начала перенесем слагаемый из правой части в левую и преобразуем уравнение к виду полного квадратного уравнения, которое вы изучали на уроках алгебры. Выпишем коэффициенты. a равно 1, b равно минус 1, c равно минус 20. Напомню, что a – это коэффициент перед х квадрат, b – коэффициент перед х, и c – это число без переменной. Далее. Используем формулу для нахождения дискриминанта. Обращаю ваше внимание, что данная формула у вас приводится в справочных материалах, которые у вас будет возможность использовать на экзамене. И по этой формуле мы находим дискриминант данного уравнения. Получаем 81, корень из дискриминанта – 9. А далее вспоминаем формулу корней квадратного уравнения. Эти формулы также у вас содержатся в справочных материалах. И, используя их, находим корни нашего уравнения. Их будет 2, 5 и минус 4. Далее, ребята, обратите внимание, что вам нужно в ответ записать в данном задании больше из корней. Большим будет 5, поэтому в ответ вы указываете 5. Переходим к заданию номер 6. Кроме линейных и квадратных уравнений, вам могут встретиться дробные рациональные уравнения. Итак, найдите корень данного уравнения. Обращаю ваше внимание, что дробно-рациональное уравнение, вы его отличать можете от квадратного и линейного, если у вас переменная содержится в знаменателе. Для начала мы 5 представим в виде дроби минус 5 первых. Но прежде чем приступим к решению, обратим внимание, что должно выполняться следующее условие. Х плюс 5 не должно равняться 0, и х не должен быть равен минус 5, так как в этом случае знаменатель обратится в 0, чего быть не должно, так как на 0 делить нельзя. Далее, используем основное свойство пропорции. Мы преобразовываем уравнение к следующему виду. Далее, раскрывая скобки в левой части и перенося слагаемые из левой части в правую часть, приводим подобные слагаемые, получаем уравнение минус 5х равно 31, откуда находим х как неизвестный множитель. И напоминаю, что ответы вы указываете в десятичных дробях. Это будет минус 6,2. Итак, обращаем ваше внимание, что условие х равен минус 5 в данном случае выполняется, поэтому минус 6,2 является корнем данного уравнения. И в ответ мы его записываем. Минус 6,2. Далее, ребята, мы перейдем к заданиям с развернутым ответом. Эти задания встречаются у вас под номером 20. Обращаю ваше внимание, что в данных заданиях вы должны решить уравнение и записать подробное решение данного уравнения. Вы можете решать любым способом и записывать свое решение. Я вам покажу образец, как это может выглядеть. Итак, рассмотрим следующее уравнение. Для начала перенесем слагаемые из правой части в левую часть, а правую часть приравняем к нулю. Обратите внимание, что знак при переносе слагаемых из одной части в другую меняется на противоположную. Далее воспользуемся способом группировки. Сгруппируем первое и второе слагаемое, и третье, и четвертое. Далее мы видим, что из первой скобки мы можем вынести общий множитель х квадрат за скобку, а из второй скобки 4 вынесем за скобки общий множитель. А далее замечаем, что скобка х плюс 7 является общим множителем в данной ситуации, и мы также ее выносим за скобки. В результате получаем следующее уравнение. Вспоминая, что произведение обращается в ноль, когда хотя бы один из со множителей равен нулю, мы приравниваем каждую скобку к нулю и таким образом находим корни данного уравнения. Итак, в первом случае мы получаем, что х плюс 7 равно нулю, или приравниваем к нулю другую скобку х квадрат минус 4 равно нулю. Из первого уравнения мы находим, что х равен минус 7, из второго уравнения мы находим, что х равен плюс-минус корень из 4, так как квадрат равен положительному числу, и в этом случае у нас 2 корня. И мы еще находим 2 корня плюс-минус 2. Далее в ответ мы записываем все три корня. Это минус 7, 2 и минус 2. Представленное решение может быть образцом записи решения на экзамене. Итак, ребята, перейдем к следующему заданию. Задание 8. Также решим еще одно уравнение с развернутым ответом. В данном случае я предлагаю вам сделать замену. Скобку х минус 2 в квадрате заменить переменной t и обозначить условие, что t у нас больше либо равно нуля, потому что квадрат у нас не может быть равен отрицательному числу. Далее перейдем к новым переменным. Получается, в новых переменных наше уравнение будет выглядеть следующим образом. Мы получили относительно переменной t полное квадратное уравнение. Вспоминая, как решается полное квадратное уравнение, мы находим дискриминант данного уравнения и по формуле корней мы находим корни данного уравнения. Далее, ребята, мы получаем 2 корня. t1 равно 2 и t2 равно минус 5. Вспомним условие, которое мы накладывали на переменную t. Мы сказали, что t должно быть больше либо равно нуля. Поэтому второй корень t2, равный минус 5, не удовлетворяет данному условию, так как минус 5 меньше нуля. Поэтому этот корень мы отбрасываем и дальше, переходя к старым переменным, мы используем лишь одно значение t. Возвращаемся к замене. Мы получаем, что x минус 2 в квадрате равно 2. Далее, раскрывая в левой части скобки, применяя квадрат разности и перенося слагаемый из правой части в левую, не забывая поменять знак, приведя подобные слагаемые, мы снова получаем с вами квадратное уравнение полное. Далее, считаем дискриминант данного уравнения. В этом случае дискриминант у нас получился равен 8. И также по формуле корней мы находим корни. Обратите внимание, что корень у нас будет иррациональным числом, так как дискриминант получился 8. Поэтому мы можем выполнить несложные преобразования, вспомним свойства корней, и извлечь корень из 8 следующим образом, так как показано на экране. Второй корень находим аналогично, используя формулу корней для квадратного уравнения. Итак, осталось записать ответ. В ответе у нас данное уравнение имеет 2 корня. Это 2 минус корень из 2 и 2 плюс корень из 2. Посмотрим еще одно задание, которое может вам встретиться в задании номер 20. Помимо уравнений, вам могут встретиться и системы уравнений. Давайте вспомним, какие способы решения системы вы знаете, и как их можно применить к решению задач в задании номер 20. Решите систему уравнений. Посмотрите, ребята, в данном случае легко воспользоваться методом сложения. Сложим почленно оба уравнения. В результате наших действий мы получим следующее уравнение. 18х квадрат равно 18. Отмечу, что переменная у у нас ушла, потому что у минус у нам дает 0. Далее, из данного уравнения мы получаем, что х квадрат будет равен 1, откуда мы находим 2 значения для х. Это х1 и х-1. Далее, для того, чтобы найти у, вторую переменную, мы воспользуемся любым из данных уравнений. Я выражу у из первого уравнения путем переноса 6х квадрат в правую часть. Не забываем при этом поменять знак. Далее мы получаем две простейшие системы. х равно 1, у равен 14 минус 6х квадрат, и х равен минус 1, у будет тот же самый, 14 минус 6х квадрат. И подставляя теперь найденные значения х в каждой системе в формулу для нахождения у, мы с вами находим решение данной системы. Первая система нам дает пару решений х равна 1, у равен 8. И вторая система нам дает другую пару х равен минус 1, у равен 8. Обратите внимание, что в данной системе у нас значения х разные, а значения у одинаковые. И осталось записать ответ. В ответ у нас будет две пары решений. Первая пара – это х равен 1, 8. И вторая пара – х равен минус 1, у равен 8. Далее рассмотрим еще одну систему, которую вы можете встретить на основном государственном экзамене. Задание 10. Решите систему уравнений. Кроме метода сложения, вы изучали также метод подстановки. Давайте вспомним, в чем заключается данный метод, и решим данную систему методом подстановки. Для этого мы выразим из первого уравнения у квадрат. Лучше всего это сделать именно выразив у квадрат из первого уравнения. Далее, найдено выраженное значение переменной, мы подставляем во второе уравнение вместо у квадрат. Система преобразуется к следующему виду. Далее, мы работаем со вторым уравнением. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые, и после наших преобразований мы находим значение х. В данном случае х равен 3. Далее, подставляя найденное значение х выражения для нахождения у, мы получаем, что у квадрат равен 16. Еще раз напомню, что если у квадрат равен положительному числу, то у нас будет 2 корня. Это плюс и минус корень из 16. Поэтому наша система распадается на 2 части. Первое. С одной стороны у нас у будет равен 4, при этом х будет равен 3, или у будет равен минус 4, х также равен 3. В этом случае, обратите внимание, мы получили значения х одинаковые, а значения у разные. И осталось записать ответ, наш ответ. В ответ мы указываем две пары решений. Первая пара – это 3 и 4, и вторая пара – это 3 и минус 4. И рассмотрим еще одну систему задания 11, которая вам сможет встретиться в задачах с развернутым ответом. Посмотрим, как решить данную систему. Обратите внимание на первое уравнение. х минус 5 на у плюс 2 равно 0. Вспомним, что произведение обращается в 0 в том случае, когда хотя бы один из сомножителей равен 0. Поэтому здесь мы можем поступить следующим образом. Мы можем приравнять один сомножитель к 0, х минус 5, и второе уравнение добавить из системы, или приравнять к 0 второй сомножители, у плюс 2 равно 0. Второе уравнение, у минус 4, деленное на х плюс у минус 9 равно 2, мы также перепишем. Прежде чем мы приступим к решению данной системы или данных систем, которые мы получили, важно отметить следующее. Посмотрите внимательно, ребята, на второе уравнение. Второе уравнение является дробно-рациональным, и мы видим, что в знаменателе у нас присутствуют переменные. Поэтому важно, чтобы знаменатель не обратился в 0. Поэтому для нас должно выполняться следующее условие. Знаменатель х плюс у минус 9 не должно быть равно 0. Это означает, что должно выполняться следующее условие. У плюс х в сумме не должно равняться 9. Мы с вами, когда подойдем к ответу, мы вспомним об этом условии и проверим, чтобы найденные пары удовлетворяли данному условию. Итак, ребята, приступим к решению полученных систем. Начнем с первой системы. Находим из первого уравнения, что х равен 5. Далее, подставляя найденное значение во второе уравнение вместо х, и, используя свойства пропорции, мы находим у. Напомню, что чтобы использовать пропорцию, число 2 можно представить в виде дроби как две первых, и по основному свойству пропорции найти значение у. Итак, мы получили первую пару, которая, возможно, является решением нашей системы. Давайте, ребята, проверим, удовлетворяет ли данная пара нашему условию. Посмотрим. х равен 5, у равен 4. В сумме мы получаем 9. Обратите внимание еще раз, что этого быть не должно, потому что в этом случае знаменатель обращается в 0. Значит, отсюда мы делаем какой вывод, что данную пару в ответ мы с вами записать не сможем. Давайте посмотрим, какое решение нам даст вторая система. Итак, аналогично из первого уравнения у плюс 2 мы находим значение у. Это будет минус 2. Далее, действуя точно так же, мы найденное значение у минус 2 подставляем во второе уравнение. Далее, аналогично, представляя двойку в виде дроби 2 первых и используя основное свойство пропорции, мы находим значение для х. В этом случае мы получили, что х будет равен 8. Обязательно проверим, данная пара, найденная 8 и минус 2, удовлетворяет ли нашему условию. Сумма х и у в этом случае будет равна 6, а это значит, что 9 эта сумма не равна. Значит, данная пара является решением нашей системы. Поэтому в ответ, обратите внимание, мы с вами запишем лишь одну пару минус 2, 8. Итак, ребята, наша консультация подошла к завершению. Благодарю за внимание. Желаю вам удачи. Уверена, у вас все получится. Субтитры создавал DimaTorzok